Здравствуйте дорогие друзья. В последнее время мне часто приходится сталкиваться с играми и программами написанными под Android для выпуска соответствующих подборок, только вот Android смартфона у меня нет. Благо рынок эмуляторов в этой платформе не так уж и беден. В этом видео я расскажу об основных преимуществах и недостатках Bluestacks, который недавно получил крупное обновление. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Несмотря на кажущуюся с первого взгляда серьезную конкуренцию среди эмуляторов на ПК, реально годных продуктов всего два. Bluestacks и Nox App Player, поправьте мне в комментариях если я не прав. И до недавних пор Nox App Player действительно лидировал, но обновившись до третьей версии Bluestacks я рекомендую пересмотреть свои взгляды. Третья версия это не очередной апдейт с дополнениями и изменениями, а полностью переосмысленная платформа построенная на новом графическом движке Hyper-G, который может более эффективно использовать ресурсы компьютера для достижения максимальной производительности и уровня графики. Реальные тесты показали, что Bluestacks 3 быстрее и производительнее чем Nox. И эмулятор занимает лидирующую позицию. Разработчики здорово перелопатили интерфейс и первое что бросается в глаза многовкладочность и мультиоконность. Серфинг по Bluestacks сейчас больше напоминает привычную работу в браузере, причем запускать можно даже несколько приложений одновременно, главное чтобы железо потянуло. Отличной новостью стало появление центра приложений. Искать толковые программы и игры стало в разы проще, ведь теперь мы имеем на ПК рейтинговую систему. Топы, коллекции, популярные, новые, бестселлеры без проблем соориентируют по брендам и трендам Google Play. После открытия игры или программы можно и ролик посмотреть и отзывы почитать для прояснения картины до скачивания приложения. Удобно? Однозначно. Если с эмуляцией программ даже в расширении Google Chrome особо вопросов не возникает, то с играми все куда интереснее. Помимо улучшенной производительности разработчики допилили управление. А это, пожалуй, одна из самых важных и сложных частей в такого рода софте. Одно дело использовать сенсорный дисплей и совсем другое имитировать его работу мышкой и клавиатурой. Хотя в Bluestacks такой вариант как минимум не хуже, а в некоторых местах и даже лучше. При должном подходе в шутерах можно нагибать даже лучше чем на смартфоне. Это уже прям читерство какое-то. Добавлены MOBA режим для соответствующего жанра игр и режим стрельбы для комфортного гейминга в шутеры. А еще появилась целая куча настроек производительности. Уже совсем скоро в узком комьюнити Bluestacks появится чат между пользователями по аналогии со Steam. Он уже активно обкатывается среди англоязычных пользователей. Не забыли разработчики и об обратной связи. Реализована новая форма обратной связи с инструкцией по решению наиболее распространенных проблем. Главным недостатком Bluestacks 3 считаю отсутствие версии под Mac. Разработчики, к моему великому сожалению, считают это направление не перспективным. Тот же продукт Nox имеет версию под macOS, но она дико нестабильная. А запущенный Bluestacks 3 на Windows накатанный через Bootcamp уже не выдает должный уровень производительности даже на довольно мощных машинах. Получается пользователи Mac обделили все кому не лень. А жаль. Bluestacks 3 распространяется бесплатно, но с незначительным количеством рекламы. Приобретая премиум подписку вы не только лишаетесь рекламы, но и получаете премиум техподдержку. Обойдется такое удовольствие 4 доллара в месяц или 40 долларов в год. Сумма конечно не маленькая, но и к бесплатному Bluestacks 3 у меня никаких претензий нет. Ссылочку на скачивание я оставил в описании к этому видео. Ну а в комментариях я хочу увидеть пользуетесь ли вы эмуляторами Android на ПК, есть ли крутые альтернативы на Mac и чем ваше решение лучше чем продукт Bluestacks. Необоснованные ответы не принимаются. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующих видео, пока-пока.